друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте что вам доступен канал market с торговыми идеями опять же ссылку на него можно найти в описании к этому ролику если интересуют разнообразные торговые идеи по большому спектру финансовых активов вам точно обязательно подпишитесь кроме того вы будете в курсе всех нововведений и новаторст которые появляются в нашей компании как раз через уведомления в рамках этого телеграм-канала друзья сегодня мы продолжаем разбирать ситуацию с долларом потому что за долларом мы наблюдаем очень давно доллар это актив на который мы поставили на опять же развитие конкретной динамики именно восходящий сейчас в принципе пожинаем плоды потому что индекс доллара продолжает развивать мощный обычай ралли текущие котировки 180 66 причем это еще не предел если углубиться в анализ и обратить внимание на цели многих инвест банков легко можно заметить что ожидание по росту индекса доллара уже варьирует там диапазоне от 110 до 115 пунктов я думаю что это вполне реально учитывая что сейчас нужно очень постараться чтобы найти хотя бы одну причину по которой индекс доллара не смог бы сохранить восходящую динамику каждый раз когда мы возвращаемся к оценке перспектив доллара мы конечно же смотрим на действия американского регулятора которые сейчас направлены как и действия любого другого центрального банка на борьбу с инфляцией но в отношении федрезерва все более понятно нам есть на дорожная карта того как ставки повышались как они повышаются и как они будут растим на в будущем мы оцениваем вероятность через инструмент файд-вотч от и семьи на чикарской бирже смотрим вместе с вами затем как это вероятность меняется после каждого отчета каждого комментария представитель американского регулятора и при необходимости либо становимся еще более уверенными в том что индекс доллара сохранить восходящую динамику либо я понимаю что сейчас потребуется какое-то время чтобы покупатели смогли найти или набрать дополнительно силы для развития восходящей динамики в будущем но индекс доллара в принципе не разочаровывает если смотреть на средний и долгосрок потому что после каждой коррекции его также быстро выкупают как эта коррекция могла бы начаться и произойти по поводу последних комментариев представитель американского регулятора ранее мы говорили с вами про комментарии мэри дейли джеймса булларда вчера стоит отметить заявление главы фрб ричмонда томаса баркина который в принципе подтвердил что по-прежнему на сентябрьском наседании является более чем уместно повышение ставки на 75 байсных пунктов аргумент то что инфляция как проблема еще не решена и фрс обязан ее решать ужесточая монетарную политику точно такой же аргумент как у дейли и булларда собственно кануне хотелось бы получить больше водных непосредственно от паула который возглавляет американский регулятор эти водные на этой неделе будут потому что в пятницу на симпозиуме в джексон холли мы ждем как раз его на выступлении он хедлайнер опять же этого мероприятия как и всегда потому что мне нравится формулировка что фрс это законодатель макроэкономических мод это так потому что на фрс смотрят другие центральные банки да и в принципе экономическая политика сша она напрямую влияет на мировую экономическую политику я хочу напомнить вам друзья что встреча в джексон холли она является такой символичный она важна для всех для инвесторов для трейдеров потому что как правило а в ходе этого мероприятия принимаются очень важные решения которые имеют далеко идущие последствия для финансовых рынков и в свое время на симпозиуме в джексон холли не много лет назад была анонсирована программа количественного смягчения в свое время там была анонсирована дорожная карта постепенного сокращения снижения процентной ставки сейчас я думаю что какие-то важные решения тоже могут быть озвучены но в любом случае даже если джером паул просто коснется тема того что повышение ставки является уместным фрс не будет сворачивать с пути последнего ужесточения монетарной политики это будет более чем достаточно чтобы доллар сохранил восходящую динамику поэтому друзья я сейчас предлагаю вам смотрите на на цели уже 110 пунктов по индексу доллара не переживать в случае коррекции потому что на фоне роста доходности американских облигаций того фундамента который озвучил дорога только одна что касается других активов европейская валюта против доллара 0 99 48 то есть мы в принципе уже можем говорить что пара евро доллар закрепилась ниже аппарат это даже не тест это уже пребывание ниже этой планки несколько торговых сессий подряд причины слабости евро укрепление доллара на разница процентных ставках да и cb тоже будет повышать ставку но темпы ужесточения политики в европе будут серьезно отставать от темпов повышения ставки в сша главная причина как отмечал накануне это рост цен на энергоносители прежде всего на газ который сейчас котируется просто на космических значениях и соответственно высокие цены на энергоносители создают риск появления или сползание экономики в рецессию посредством формирования сначала появление аналитического на кризиса я думаю что это неизбежно потому что но при таких ценах на газ опять же ситуация вряд ли сама собой разрешится тем более мы сейчас понимаем что текущее значение на тот же газ это еще не предельные уровни это возможно только лишь цветочки ягодки впереди газпром анонсировал что в конце этого месяца пока что предварительно сроком на три дня из эксплуатации будет выведена последняя турбина которая осуществляет прокачку газа по северному потоку страны европейского союза но я тоже отмечал накануне что главный риск заключается в том что спустя три дня работа этого газопровода вряд ли будет возобновлена отсюда друзья уже эти цены которые мы видим по газу моменте и я допускаю что уже к началу опять же сентября в первых числах стоимость газа подражает еще процентов на 20 это создаст еще больше риска для инфляции для потребительской активности и для экономики блок статистики которая вышла накануне это индекс производственной активности сферы услуг ключевых регионов я думаю что нужно разобрать германию и еврозону целом но здесь просто можно констатировать насколько являются донными минимальными за сколько месяцев значения которые мы получили по соответствующим сектором частности производственный сектор германии минимум за 18 месяцев сфера услуг германии минимум за 26 месяцев производственный сектор еврозоны в целом минимальное значение за 27 месяцев а сферу услуг минимум за 17 месяцев становится который учитывает сфера услуга и производственные секторы. Минимальное значение за 16 месяцев. Ну, однозначный вывод здесь заключается в том, что мрачная картина действительно рисуется для еврозоны в середине третьего квартала. При такой статистике точно третий квартал будет со знаком миндус. Отрицательные темпы роста, как говорят, мне кажется, нелепое выражение, но суть оно передает. И, соответственно, если в четвертом квартале картина повторится, мы увидим тоже, что экономика сократилась, то два квартала подряд позволит нам уже под конец этого года констатировать полноценный кризис и рецессию в европейской экономике. Отсюда шорт в приоритете и движение пары евро-доллар, которое видится уже в район 0,98-0,97. По британской валюте такая же картина, но здесь очень сильно трейдеров-инвесторов напугали прогнозы от Сити о том, что инфляция в начале 2023 года в Англии может достичь 18,6%. Ранее, конечно же, кошмарными были цифры и прогнозы от Панк Англии о том, что инфляция в октябре вырастет до 13,3%, и мало кто в это верил. Но после того, как июльская инфляция превысила 10%, этот сценарий стал более чем реальным. Я думаю, что это оправданные цифры, и считаю, что правы и эксперты Сити, которые ожидают такой скачок индекса потребительских цен, потому что они анализируют ситуацию на рынке газа, газ растет, понимают, что это повлияет на конечную стоимость тарифов для потребителей. Кстати, они прогнозируют, что расходы среднего британского домохозяйства к концу этого года вырастут на коммунальные платежи до 4,5 тысячи фунтов взяв год, а уже к апрелю следующего года могут достичь 6 тысяч фунтов. Это еще сильнее ударит на потребительскую активность и действительно спровоцирует самую продолжительную, возможно, за всю историю наблюдения за статистикой рецессии в британской экономике. Цели 1,15 остаются актуальными. Золото 1745 долларов за тройскую унцию. У меня главный индикатор принятия решения торговли по золоту всегда индексы и нижних настроений Кайман. Некоторое время назад я открыл длинную позицию по золоту, я ее держу, сейчас вижу Кайман 50 на 50. В таких условиях трудно принять решение или либо решить, какое направление для золота является более приоритетным. Я понимаю, что с учетом фундаментального фона, укрепления курса доллара, рост доходности трежи, у золота, скорее всего, дорога вниз. Но, друзья, я, как и всегда, рекомендую вам подходить к трейдингу с полным соблюдением правил риска менеджмента, контролировать риски, не допускать плечо по совокупности всех сделок больше, чем 1 к 10. Поэтому у меня золото есть в арсенале, я держу длинную позицию. И буду ждать, собственно, восстановления котировок выше 1800 долларов за трейдинскую унцию. S&P 4116 пунктов, ждем снижения ниже 4000 пунктов. И, соответственно, чем выше вероятность того, что ФРС повысит ставку на 75 байсных пунктов в конце сентября, тем больнее будет фондовым индексом. Я как раз и делаю на эту самую большую ставку. Что касается рынка нефти, пока что без идей. Котировки в районе 100 долларов за баррель. Ждем сегодня отчет по запасам нефти в США, который выйдет в 14.30 по GMT. Собственно, по отчету АПИ, Американского института нефти, который вышел накануне, запасы, скорее всего, снизятся. И это может стать дополнительным фактором роста для Brent и WTI. Но я, опять же, воздерживаюсь от каких-либо торговых сделок. Предпочитаю дождаться непосредственно заседания ОПЕК 5 сентября и уже действовать после него. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok